Добрый день! Видео про дверь двухстворчатую. Дверь двухстворчатая состоит из двух половинок. Они отличаются тем, что одна сделана из трубы, где замок 20 на 20, обратите внимание, вторая из трубы 20 на 40 и 20 на 20. Почему так? Объясняю. Здесь вставляется замок 20 на 20, здесь нахлёст, обратите внимание, видите, раз, поликарбонат внахлёст идет на трубу. На двери из 20 на 20 делается замок, на двери, в которой труба идет 20 на 40 делается замок сверху. Раз, зафиксировали. Можете сделать, кому как удобно. Второй закрыли, все. Следующий момент. Крепления здесь, ребята, крепили кровельные, можно крепить и клопами, кому как нравится. Все остальное шайбами, вот видите, здесь клопами. Петельки для фиксации дверей приходится, видите, обратка. Крючок здесь крепится и здесь обратка. Вот этот крючочек надо вот в таком положении согнуть, чтобы закрутить. Здесь на клоп можно крутить и здесь видите клопик коричневый. Также на второй половинке здесь ножичком прорезаете чуть-чуть и загибаете пассатижами делаю такую медальку. Вот такой зигзагер. Все, крючок раз, зафиксировали. Дверь зафиксирована. Следующий момент, как обычно, отлив уголок. Поставили, чтобы вода не бежала сюда. Ну и торцевой профиль без перфоленты сверху. Снизу обязательно с перфолентой. Ну, вроде бы все. Петли, обратите внимание, саморезы в разбежку. Если вы крутите их в отверстие, то они встретятся и не откроются до конца. То есть здесь, например, есть отверстие, здесь нет. И тем же саморезом прокрутили, просверлили и им прикрутили. Не забываем убирать стружку под поликарбонатом, который образуется, потому что будет вот такой эффект. Видите? Это ржавчина. Это стружка, которая попала ниже поликарбонатом и трубой. И она проедает и поликарбонат, и полимерно-порошковая покраска. Поэтому, когда вы закрутили саморез, открутите, перчаточку уберите. Все уберите. Особенно вот сверху, верхняя часть, потом ниже и ниже. Такого, кто бывает, вообще не уберут стружку. Думают, она ниже. Если оцинкованная труба, знать, тяжелее. Изнутри, как это выглядит. Не забываем пластинку, потому что она регулирует прижим. Видите, она выгнута отверткой, чтобы было плавное закрытие и прижатие. Так же сверху. Зазор здесь и снизу регулируете с помощью высоты дверей. То есть петлями. Вроде бы все рассказал. Получилось видео как обычно длинное. Но ничего сложного нет. Весь вопрос в основном всех заключается в расположении дверей. То есть здесь 20 на 20. Здесь 20 на 40. Для того, чтобы поликарбонат заходил вот на эту часть. Так сказать, нахлёст. И не было щелей. Раз. Два. Вот так. Получается. Остаются вот здесь вот ровненько на защелке. Поликарбонат приложить. Если вы хотите устранить вот эту щелку, то можно наклеить в любом строительном магазине. Купить самоклеющий D-образный уплотнитель. И наклеить его на стойку дверную, чтобы вот этой щели вообще не было. Всего всем хорошего. Мы пошли дальше. Это наш кинорежиссер. Зовут ее Муся. Всем передает вечерний привет. Всем пока-пока.